Хлеб в нашей стране, да и во всем мире, ценился и уважался с самых древних времен. И, конечно, во все времена необходимо было следить за его качеством. В России в эти дни отмечается 100-летие со дня основания хлебной инспекции. О том, кто и как контролирует производство хлеба, спросим у Надежды Бегиновой, директора Воронежского филиала Центра оценки качества зерна, и Натальи Трофимцовой, главного специалиста Воронежского Центра оценки качества зерна. Доброе утро! Доброе утро! На самом деле мы с удивлением узнали, что есть такой замечательный центр, который следит за, ну, не за производством, наверное, хлеба как такового, но за всем его, да, за качеством, что конечного продукта. Чем сейчас занимается, вот спустя 100 лет со дня своего основания, такая вот хлебная инспекция, если можно так назвать? Ну, в настоящий момент мы уже называемся ФГБУ Центр оценки качества зерна, да, мы являемся правоприемниками Государственной хлебной инспекции, сейчас у нас более широкий круг деятельности, мы занимаемся исследованием зерна и продуктов его переработки. То есть это не только хлеб? Нет, это у нас зерновые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры, подсолнечник, подсолнечник, рапс, ну, различные все те культуры, которые произрастают на территории нашего региона и не только. Это горох, соя, фасоль, бобовые. Конечно, все, да. Пусть эти люди отвечают за все, что мы едим. За все, что колышется. Да, да, да. И, соответственно, продукты переработки – это широта, корма, комбикорма, мука, масло подсолнечное, сахар. Скажите, а как же процесс вот этот оценки проходит? Что туда входит вообще? Смотрите, мы очень плотно работаем со всеми сельхозтоваропроизводителями, с переработчиками, с элеватором, с хранителями. То есть изначально, когда сейчас у нас идет, да, жаркая пора, уборочная, к нам сельхозтоваропроизводители привозят пробы, либо мы сами выезжаем, отбираем пробу, проба заходит в нашу лабораторию. У нас лаборатория, ну, чтобы было понятно, это зерновая и химическая лаборатория, да. Вот. У нас в настоящий момент, в настоящее время у нас стоят сложные аналитические оборудования, которые в довольно-таки короткие промежутки времени делают, проводят испытания, и исследования выдают с высокоточными показателями. И то есть сразу понятно, хорошее ли зерно или семечка, да? Да, конечно. Да, да. На выходе сельхозтоваропроизводитель получает протокол испытаний. И зачем ему это надо? Ему это нужно, чтобы понимать качество и безопасность своей продукции, выращенной продукции. А что же туда, вот мне интересен процесс, какую именно информацию выдаёт там? Были ли какие-то удобрения, какие испортили? Или что? Вот, дозрело-недозрело, грубо говоря. Дозрело-недозрело, это идут, конечно же, качественные характеристики, да. Также, когда непосредственно сельхозтоваропроизводитель производит свою, выращивает, да, свою ту или иную культуру, он, соответственно, обрабатывает её пестицидами, гербицидами, да. И уже непосредственно исследуем готовый продукт на качественную, ну, это понятная характеристика, это влажность, сорность, там, зерновая примесь, масличная примесь, клейковину также мы делаем, да. Вот. Ну и, соответственно, на безопасность. Это тяжёлые металлы, радионуклиды, остаточное количество пестицидов, микотоксины. То есть не осталось ли в продукте, скажем так, остаточного количества то, что он изначально обрабатывал от, допустим, вредителей хлебных запасов. Расскажите, пожалуйста, а чем вы вот сейчас непосредственно занимаетесь, и, ну, на чём? У вас есть какие-то аппараты, микроскоп, в конце концов? Нет. Со времён хлебной инспекции оснащённость испытательным оборудованием уже постоянно улучшалась, класс его постоянно повышался. Если раньше показатели качества уже приходилось делать, основываясь на опыте и навыках госхлебоинспекторов, то сейчас на показания приборов. Показатели безопасности зерна и продуктов его переработки, ну, такие как остаточное количество пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, сейчас проводят на новейшем современном оборудовании, которое позволяет в кратчайшие сроки и более точно уже выполнять все показатели. Ну, то есть, чтобы мы понимали, это засыпал семечки, нажал одну кнопку, подождал определённое количество времени и получил результат. Или как-то по-другому? Ну, отчего только стоит наша мобильная лаборатория, про которую вы, наверное, слышали, которая может быть в поле, автономно, выполнять все потребительские свойства зерна. Об этом раньше мы даже не мечтали, а сейчас это стало реальностью. Вернёмся, наверное, в 18 век, да, если пекарь ошибся в качестве изготовленного хлеба, то он платил штрафные санкции. Это было тогда, да. Основывалось всё практически на человеческий фактор, на опыт, на руки хлебоинспекторов. То сейчас, соответственно, у нас это делает сложное аналитическое оборудование. И довольно-таки расширен сейчас спектр, опять же, исследования продукции. Созданы другие отделы, да. Вот сейчас, в настоящий момент у нас Центр оценки качества зерна, именно Воронежский филиал, буду говорить о нём. У нас есть аккредитованный орган инспекции. Это требование сейчас идёт такое, да. Аккредитованная испытательная лаборатория – это обязательно. То есть подразумевается то, что мы отвечаем за свои показатели, и аккредитованная лаборатория является последним, скажем, заключительным этапом при любых арбитражных случаях. То есть арбитражные случаи при спорных вопросах по качеству зерна. Действительно налагает такое, знаете, ответственность, серьёзно. Также у нас создан отдел по фумигации, отдел по обеззараживанию подкарантинных объектов. То есть сфера деятельности существенно расширилась. Очень сложно найти и подобрать кадры, потому что, так как мы аккредитованы, очень-то нужен, чтобы попасть под критерий аккредитации, требуется большой опыт. Высокий специалист. То есть просто, скажем так, с института мы только берём уже стажёров. Если на специалиста, то это нужен уже колоссальный опыт в подтверждении качества соответствия. Вот интересно, берёте с института стажёра, и бывают такие истории, что обучаете его практике, и он остаётся, и прямо потом вырастает специалиста. Бывает, конечно. Есть шансы вообще? Нет, шансы есть. Мы активно работаем с нашими воронежскими институтами. Это листехский, наверное? Технологический университет, да, сельскохозяйственный университет. У нас технологи, у нас агрономы. Вот, поэтому берём действительно студентов, которые у нас остаются... Растут, растут. Растут, нравится им работать, да, то есть это у нас практикуется. Спасибо вам большое, что были тем утром вместе с нами. Мы тоже присоединяемся к поздравлению с вековым юбилеем. Ну, если можно, в завершении пару слов для коллег. Поздравьте их, передайте хорошие слова. В год-столетие образования Государственной хлебной инспекции я хотела бы пожелать всем ветеранам ГХИ и ныне действующим специалистам по ГБУ Центра оценки качества зерна, прежде всего здоровья, мира, добра, чтобы всем нам дальнейших достижений, чтобы каждый юбилей в дальнейшем проходил со знаком качества. Спасибо вам. Спасибо. Напоминаем о том, как сегодня следят за производством хлеба. Нам рассказывали Надежда Бегина, директор Воронежского филиала Центра оценки качества зерна, и Наталья Трофимцова, главный специалист Воронежского Центра оценки качества зерна. Утро вместе на телеканале ТВ Губерния продолжается. Оставайтесь с нами.